Большое испытание, 35 минут. Я поставлю микрофон, я вставлю сюда. Если выключите, то есть свет, прячут и передай. Вот так, спасибо. А теперь я буду очень краток, потому что нет времени. И я прошу, будьте внимательны, как Ристос сказал. Я хочу, чтобы меня и там видели. А я скажу, что Бог у меня надежная помощь будет. В Англия 12, 21 написано. Пришли греки к кому? Филиппу. И что говорят? Мы хотим видеть Иисуса. О, какое великое желание! Какая цель! Люди хотят видеть Иисуса. Эти люди слышали о Христе, слышали о Его служении, слышали о том, что Он совершает, слышали, что Он не пренебрегает Иисусниками, слышали, что Он исцеляет больных, воскрешает мертвых. Кто не хотел бы сегодня увидеть такого человека? И не просто увидеть, а, наверное, о чем-то ждал попросить. И я точно так же. Если бы мне, когда в церкви пастор задает вопрос такой, каждую субботу новым людям. О чем бы Вы попросили Христа, если бы Вы встретили Его сегодня на улице? Вы думали по-разному, как раньше. О чем бы они попросили? Я бы попросил, дай мне, Господи, силу Духа Святого в полноте прямо сейчас. Я бы вам это попросил. Больше ничего. Потому что, имея Духа Святого в полноту, ты имеешь все. Ты тогда знаешь, как правильно поступать, знаешь, что делать, знаешь, кому помочь, видишь, кому можно помочь, потому что Христос не всем помогал. Были люди, которые, помните, в субботу проходили мимо купальня Лефезды, и там сколько было? Пять тысяч. А кому помог? Одному. Почему? А потому что только тот же назвал Его Господом. Христос подошел к Нему, и поэтому спрашивай, «Хочешь ли быть здоровым?» Он говорит, «Так, Господи, а откуда знал, что это Господь?» Видимо, ему кто-то рассказывал. Видимо, он слышал о Христе. И хотелось с Ним встретиться, но не мог. И вот теперь он пришел. И когда он увидел его лицо над собой, он сразу понял, это не обычное лицо. Это сосредательное лицо. Это доброе лицо. Он видел много лиц, но те люди спешили перед Ним, Его толкали, отодвигали. А этот, наоборот, спрашивай, «Ты хочешь быть здоровым?» Он говорит, «Да, Господи». И тогда, когда он назвал Его Господом, он говорит, «Вставай, вставай». Итак, они хотели видеть Иисуса. Какое великое желание. А о чем вам это напоминает? Жаль, что вы не можете видеть здесь. Жаль. О чем напоминает? Да, здесь на слайде белая тросточка. Это тросточка, это что? Это знак слепого. Да, это тросточка слепого. Слепого тросточка. Обычно, когда мы едем на машине, видим этот знак. Все водители должны знать этот знак, потому что это переходный переход или слепые на дороге. Или человек с белой тросточкой. Слабовидящий или слепой человек. Помню Пятигорске, когда я совершал служение 6 лет. Однажды, подъезжая к машине, поезжая к перегрузку, я слышал, у меня вдруг ремень мотора. Начинает свистеть. Я думаю, «Это что такое?» Ну, нигде этого нету, а именно на этом перегрузке свистит ремень мотора. Я спрашиваю моего соседа, нашего брата. Я говорю, «Слушай, Гриша, что такое?» Там всегда молит, «Да ты что?» Так это, говорит, светофор для слепых, чтобы они знали, что можно переходить. Там начинается свист. Специально такое устройство. Я думаю, «Ну, какое же я неграмотное?» Вот я даже и этого не знал. Так вот, чтобы люди проходили, есть такие перекрестки. Таких людей мы можем видеть часто. Да, они в переходных переходах, на уголах улицы. Этот ветеран тоже зарабатывает себе на хлеб. Обычно мы их называем представители царства какого? Даны. Царство темноты. Как им трудно, как им тяжело. Не видят. Часто видим поводы, собак, которые ведут натренированных, ведут своих хозяев, слабовидящих или невидящих. И возникает вопрос, как много сегодня слепых людей в мире? По данным Северной организации здравоохранения, в 2002 году в мире было 161 миллион слепых. Сказайте, в 10 раз больше, чем от 207 дня в то время. Сегодня у нас больше 18 миллионов, а тогда было 16 миллионов. Две, 161 миллион. Это почти 2,6% всего населения земли. Как много слепых в США удивляет, что такая страна развитая, медицин на высоком уровне, а там 1,3 миллиона слепых. Почему? А потому что живем все на грешной земле. И родители живут неправильно, неправильно питаются, во время беременности курят, пьют, гуляют, кто его знает, что делает. Это физиологические недостатки, что это происходит. Какой-то сбой произошел. И поэтому мы видим, что происходит. сегодня даже в таких странах много-много слепых. Первый раз в моей жизни я увидел слепого в поезде. Я примерно в то время был вот это наша семья, я был там маленьким, потом мы похоронили отца в 1953 году, вот это сегодня остались живых только нас 3 брата, вот это я самый маленький, старший брат и средний брат. И вот когда я увидел первый раз слепого, примерно я вот был вот вот этот молодой человек, это я, вот я увидел первый раз слепого, когда мама меня взяла первый раз в черновце, и мы посмотрели, подъехал поезд, и открываются двери, и заходит человек с кепочкой в руках. я так встал, посмотрел, как бы посмотрел на себя, а я смотрю на него, для меня это удивительно, первый раз я в поезде, первый раз меня взяли в Черновске, в областной центр, и вдруг он начинает и говорит, поет так, не смой ты душа дорогая, напечалься, радисно будь. Я до сего времени помню вот эту нотку. Я спрашиваю, мама, кто это? Она говорит, это слепой. И мне, как ребенку, как будто, знаете, кто-то ударил, какой-то удар в сердце. Я думаю, как же так? Он слепой, нам поет, чтобы мы не печалились. Я вот это запомнил. И думаю, как же так? Ведь он же должен петь о плаче, должен петь о слезах, должен петь о темноте, а он по счету о радости, чтобы нам радоваться. Потом, когда он прошел, я помню, что мама ему там дала, из наших скудных запасов, как вдова, что может иметь, наверное, две леты. Вот, и он прошел. Потом она мне говорит, Иисус уносит, что когда-то у них была большая семья, мама умерла, остался один отец, много детей, и он, чтобы зарабатывать, ослепил его и водил вот так, чтобы зарабатывать деньги. Она говорит, я не знаю, это точно или нет, но так рассказываешь, вам невозможно. Я подумал, о, какое это несчастье не видеть, не знать, не понимать, быть слепым. И еще, что самое главное, когда тобою пренебрегают. Ну и благодарю Господа, что Господь открыл нам истину, открыл моей матери, мы все стали тряссорными пасторами. И вот в 2006 году Михаил Иванович вспомнит эту библейскую конференцию в Завокском, когда мы вместе спели песню три брата, именно благодарность Господу за то, что Он дал нам духовное зрение. А с чего все начиналось? Почему эта слепота пришла в этот мир? Да потому, что один из руководителей Вселенной, один из руководителей ангелов, бывший Люцифер, он, сказано, его сердце возгордилось его величием. И он упал, восстал против Бога, потому, что он может лучше что-то сделать. Он был недоволен своим поражением. Он не благодарил Бога за то, что имел, за то, что Бог ему дал, а хотел чего-то большего. И обычно судьба на этом богат людей. Если мы развиваем в себе дух благодарности, за все, говорит апостол Павел, что делаете? Благодарите. За что? За то, что квартиру дали, за то, что работа хорошая, за то, что здорово, или еще за что? И если квартиру не дали, тоже благодарите. Думаю, что я сегодня услышал, что пастор Дмитрий, что он родственник брата Даниила Пусова. Я два года тому назад проводил как раз бракосочетание второго этого. И я с ним пообщался. Он мне рассказал удивительный опыт, как он когда-то вот здесь в Гурминге, когда его направили на евангельское служение, как он с беременной женой четыре месяца жил в машине и не мог найти квартиру. Его направили на служение. Иди, брат, совершай служение. Ищи. Говорит, я искал. Нет, жена беременна, в машине спим. И наконец говорит, как будто мне странно, иди по этой улице. Говорит, я пришел, выходит такой здоровый человек, сильный, выпивший, спрашивает, что тебе надо? А он говорит, да вот так и так. Говорит, что вы думаете, я попал, на бывшее начальник Экбюгар. А он пришел к жене, говорит, немедленно дать квартиру, немедленно. А она в таком страхе, он сказал, немедленно, он прибежит командовать. И говорит, что вы думаете, потом тот дом стал молитвенным домом когда-то. Это просто удивительно, от него большой привет всем, и в первую очередь демократникам. Так вот, с вами написано, что тот бывший Люципляр был недоволен своим положением. Недостаточно ничего. И заметьте, что он ту же самую мысль внушил еле. Неблагодарность. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что ты имеешь, а хочет чего-то еще экстрапагантного, еще больше, чего-то более особого. И в конечном итоге, если мы не развиваем сведу благодарности, а видим, что вроде бы у нас все есть, гордость начинает нас косить. Вот она и сделала это с Люципером, а потом с Адамом и Небой. И сказали, у них что, открылись зрение какое-то появилось, какое-то проклятое зрение, увидеть, что ты наг. Правда? Не видел, а тот друг увидел. Это проклятие. И сказали, узнали они, что наги, шеи, светофолные листья сделали опоясами в идее тресет. И Господь говорил, в Сущенном Писании говорит сегодня, а они будут за то, что все люди на земле, их потомки Адама и Эба, за то, что они, что? На то, что они избрали себе на такие пути, они будут ходить, как слепые, потому что, что? Согрешили против Господа. Книга согрешили против Господа. И вот результат. Тот, кто говорил, что буду подобным Свящему, а что плохого в том, чтобы желать быть подобным Свящему? Он не хотел обладать характером Божьим. Он хотел обладать силой Божьей. Вот это сегодня мы слышим. Господи, дай нам силы. Люди сегодня кричат, молятся. Дай нам силы. А никто из них не просит. Дай нам характер твой святой, характер. Я не слышу этого. Я слышу, дай нам силу. Давайте будем просить на начале характер святости, а потом будет сила. Когда он будет характер святой, тогда сила придет. И Господь сказал, простите об этом. Вот результат. Он превратил Землю в кладбище. И если ему разрешили, он превратил бы Вселенную в кладбище. Может, только на нашей земле вот эти всевозможные скелеты, эти кости, эти смерти, нигде во Вселенной нет ни одного кладбища, ни одной скелеты. Вот он бы превратил, если бы Бог ему это разрешил, не ограничивая его. Господь спросил, как упал ты с неба, оговорил своему сердцу, что зайду на высоты, буду подобен Сыщенному, вам по силе имеется Господь, я тебя буду судить, как? По путям твоим, и возглажу мерзости твои, да, на тебя возглажу изделяем три. И поэтому он понимал, что происходит, когда Христос пришел в этот мир. Он понял, что пришел Спаситель, воплотившись в человека, и, конечно, Люцифер знал в лучшем Люцифере, что Христос вступил на две ступени ниже, чем он был. Он переступил ступень ангела, стал человеком, и не просто человеком, а рабом человеком стал. И таким образом Люцифер думал, а, я теперь выше, чем ты физически, я выше, чем ты по моим способностям, потому что Христос стал человеком, ему запрещено было бороться как Сын Божий, как Бог. Ему было разрешено бороться как Сын человеческий, полностью полагаясь на Бога, как Адам должен был делать, как мы должны это делать. И, конечно, Люцифер думал, зная, конечно, Псалом 8, что человек сотворен ниже ангела, он думал, я тебя теперь возьму. Вот он взял его трижды искушал и на чем Христос обосновывал свое духовное основание, как написано. Вот чего дьявол боится. Если мы не только знаем, но и так живем, так написано. Никто не сможет нас живить в пути, если мы будем понимать и так поступать, как написано. Поэтому Христос и сказал, я пришел в этот мир на суд, чтобы кто? Не видящие видели, а видящие, чтобы стали слева. Конечно, это образный язык, те, кто думают, что видят, они слепы. И те, кто в смирении говорят, Господи, открой зрение им, Господь их благословляет. Вот почему Христос когда пришел, сказано в 4 главе в Англии 2, 4, 18, что он пришел проповедовать слепым, что прозвение. И как раз он в свое время соприкасался постоянно с теми, кто его критиковали. То у него нет образования, то у него примитивное служение, то он не понимает, что делает, то он богохульствует. И, конечно, Христос сказал, оставьте их, они слепые, духовно слепые. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Вот если этот фарисей имеет такого же поводаря, то, конечно, ведет поводы слепой, и он слепой, оба упадут в яму. Кажется, иронически немножко, но хорошая картина. Духовная слепота в религиозном мире. В основном все представители мировых религий верят и считают, что все они видят все правильно, и что именно они призваны просветить всех остальных, называющих себя христианами, убеждены в том же самом. По учению Библии самая опасная слепота, это какая слепота? Буховная слепота. Кто больше уничтожили людей? Это политики, это атеисты, или это религиозные фанатики? Кто больше смертей в этом мире принесли или страдания религиозные фанатики? Поэтому Господь сказал, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? И вот речь о Божьих представителях, потому что здесь есть большую букву, то некоторые говорят, здесь же о Мессии идет речь, но ведь же Израиль отождествлялся в то время с Мессией, и Господь сказал Моисею, иди, скажи, фараума, Израиль есть мой первенец, а первенец Божий кто? Христос. Поэтому в этом отношении они отождествляются. В соответствии с пророческими словами Иисуса Христа в последнее время даже церковь его не видит своего настоящего духовного положения. А кто? Вот в чем как раз опасность, и сегодня многие берут эти стихи и о каждом из нас говорят. это ложь. В церкви есть много искренних людей, которые к этому не относятся, но они никогда не скажут, а я, а ты не меня, меня не касается. Они никогда не скажут. И вот это как раз искренние Божьи дети, кто говорят, да, я слеп, я наш хиник, Господи, а иногда нагнись, помоги мне, Господи, будь мне грешником. И тогда мы видим, что происходит. Если я говорю, о, я святей, чем вы, или чем он, или чем она, то я уже слепой хористей. Поэтому говорит Христос, ты не знаешь, что ты несчастен, жалок и несчастен, инак. Но говорит, я тебе советую, что? Советую тебе купить у меня золото, огнемочищенное, это веро действующее любовью, чтобы тебе обогладиться. Белая одежда, это праведность Христа. Это не означает праведность Христа, которую он надевает на нас, и надевает нас в свои одежды и прикрывает нашу греховную одежду. Ничего подобного. Если мы греховные одежды снимаем, мы разрешаем ему надеть на нас праведность его, его святость, его верность, вот тогда это праведность Христа. Поэтому праведность Христа это не одежда, прикрывающая наши испорченные характеры и грехи. И говорит, глазной мазью помажь глаза, чтобы видеть. Это значит, обратить твое внимание, что ты чего-то не видишь. Ты слепой и думаешь, что ты все видишь. А это как раз и есть то, что люди неисцелуют Слово Божие, внимательно вникают в себя и в мучение, и Дух Божий не может его открыть. Потому что через Писание открывается наш характер. Через Писание открываются наши слабые стороны. Через мучение пророку, апостолу и Христа, а не просто через размышления. Вот я думал, о, наконец озарило. Напрямую мне Господь сказал. Подождите, как он говорит напрямую если Писание говорит по-другому? Вот сегодня многие харизматические всякие лидеры говорят, я напрямую общаюсь с Господом. Когда об этом услышишь, думаешь, да, вот как дьявол может обмануть человека? Мне уже ничего не надо. Что вы мне говорите? Она говорит, вчерашний день, сегодня мы уже далеко, мы уже далеко продвинулись, да вы что, вы еще где-то вас завета держитесь. И она говорит, о, вы очень далеки, далеки от правильного понимания. У меня один только к вам вопрос. Объясните мне Данила 12 главу стих 11-12. Смотрит, а что он написал? О, вы так все знаете, а этого не знаете? Такого областного текста не знаете? А ну, прочитайте. А там написано. На две тысячи триста вечеров и утр, а потом две тысячи двести девяносто дней, а потом тысячи триста тридцати один день я хочу это знать. А я не знаю. Он такого не знает, я да вы что, а говорите, что все знают. А потом говорят, знаете почему? А тут есть чуть-чуть выше стишок. 12 глава стих 10-й Даниила. Не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрый уразумеет. Так значит, вы не мудрые, если не понимаете этого, да? Тут написано, мудрый уразумеет, а вы значит, не имеете мудрости. А теперь давайте найдем причину в описании, а почему мудрости нет. Псалом 110-й стих 10-й что написано? Начало мудрости, страх Господень, и разум верным всех соблюдающих заповеди его. Вы соблюдаете заповеди Божьей? Какие? Так, смотри, ясно написано, нет разума, если человек заповеди Божьей не соблюдает. Вон, оказывается, почему у вас нет мудрости. Вы же оказывается не соблюдаете заповеди Божьей. Субботу, наверное, нарушаете. А не надо будет, надо доверять, как у вас нет. О, ну тогда понятно, кто вы. Тогда понятно. Вы же не можете просто понимать. Надо вам помочь. Давайте помолимся. И вот так и начинается работа с людьми. Поэтому это очень важно. Люди не видят сегодня. Люди этого не понимали. Но и то, если я соблюдаю заповеди Божьи, стыдю, я хочу быть сильным, я хочу знать, я хочу всех на лопатки ложить, ничего не произойдет. А если я хочу соблюдать заповеди Божьей, чтобы уподобиться Мухим Гуссом, Иисусу Христу, вот тогда происходит перемена. В смирении, в самоотречении, на коленях. А кто стоит на коленях, того сбить с ног невозможно. Что способствует духовной слепоте народа Божьего? Это наследственность, национальные культурологические аспекты, это негативное, неосвещенное влияние религиозных лидеров или религиозных экстремистов, фанатику, или это результат личного духовного упадка? Что является главной причиной сегодня духовной слепоты? Может, это большие всесторонние познания, которые способствуют самовысловности, духу гордения и превосходства? Может, это результат ничем не ограниченной религиозной свободы? Это на Западе очень очевидно. Может, причина в том, что христиане все более уподобляются миру? И это сегодня факт. А может, причина заключается в том, что членам Церкви Христовой хочется быть признанными, принятыми всем остальным так называемым христианским миром? Может, причиной является то, что христианцы всегда ли уходят? От ясного так написано? Вы уподобляете тем, это следует за человеческими преданиями и традициями. Что? В каком духовном истеряющем средстве Божий народ нуждается сегодня, чтобы ему иметь духовное видение, как прежде? Может, необходимо быть более дипломатичными и гибкими? Может, настало время возвратиться на прочную платформу учения Библии и Советов Духа Пророчества? Может быть, нам, как Церкви Ларийского периода, необходимо быть более активными в возвещении трех христий из Откровения, чтобы предостеречь мир, а навещи над ним смертельной опасности? И не настало ли время сегодня для каждого из нас вынуть бревно из нашего глаза, чтобы быть способными вынуть царинку из глаза наших братьев? В чем же заключаются наши лучшие решения в достижении осуществления наших духовных целей и задач? И когда мы решаем те вопросы, отвечаем на них, спорим, дискутируем, а у людей остается один тот же вопрос и они говорят мы хотим видеть кого? Идет речь о том, друзья, сколько не сидите, сколько не планируете? Если вы, Иисуса Христа, не отобразите в своей жизни, то все эти планы все это будет ни к чему, это никому не нужно. Ни на небе, ни на земле. Поэтому люди хотят сегодня видеть Иисуса. Вот почему Павел говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения доколе, что? Не произвел не изобразится в вас Христос. Вот цель истинного христианина. Христос должен отобразиться в нашей жизни. Вот почему, когда слепой Вардимей сказал Господи, помилуй меня сын Давидов. Ну раз признал Иисуса Христа сыном Давидовым, значит верю в Него как в мессиве. И Христос спрашивает, что ты хочешь? А он говорит, что вы спорозрели. Что он ему говорит? Иди, вера твоя спасла тебя. Господь сказал в ростях, что глухие будут слышать слепые будут видеть, имеется ввиду духовно, и слава Богу, что мы сегодня имеем такую прекрасную возможность. Христос говорил сегодня многим людям, он говорит то же самое, что говорил Саварянки. Вы не знаете, чем укладитесь, а мы знаем. Вот сегодня адвентисты седьмого дня должны в Библии в руках ясно сказать всем окружающим. Вы не знаете, чему вы укладитесь, но мы знаем. если бы я этого не мог сказать и не мог аргументировать, я бы не был служителем Евангелия. Я считал бы для себя это слишком дерзким называться служителем Евангелия и не быть способным на основании Писания всем, независимо от образования, независимо от опыта, показать из Писания. Вы не знаете, чему укладитесь, а мы знаем. Вот сегодня должна быть наша позиция, библейская позиция. Я хочу вам сказать, это такая сила. Если мы знаем Писание, если мы исследуем Писание, так живем. Меня часто спрашивают, а вот как вы исследуете Писание? Я говорю, как исследую, я вам сказал, я читаю каждый день, Слово Божие, молюсь каждый день, стараюсь кому-то засвидетельствовать каждый день. А сколько вы раз прочитали библии, мне часто люди спрашивают. Ну, здесь к скромности сказать, я бы хотел больше, но на сегодня я читаю 47-й раз Священное Писание и я благодарю Бога, что есть у меня такая цель, почему я однажды услышал один пастор адвентистов на генеральной конференции, это, наверное, было в Вене, когда его провожали в прямозаслуженный отдых, он протрунился от работок всю жизнь свою. Его спросили, сколько раз вы прочитали библию? Он говорит, я прочитаю библию столько, сколько мне лет. А его спросили, а сколько вам лет? Он говорит, 88. И я тогда поставил те, когда я об этом прочитал, прочитаю библию столько, сколько мне лет. Вы знаете, трудновато, трудновато. но если я буду продолжать по тому правилу, по тому графику, как я это делаю сейчас уже, то если Господь продлит мою жизнь и прижимствия Христа еще не будет, то к 70 годам я как раз прочитаю библии 70 раз. И прошу вас, советую, поставьте перед собой пока вы молоды, легче. Когда вы чуть постарше, труднее. Но если вы на пенсии, работы нет зимой, читайте Священное Писание, но если читаете, сразу же передавайте другим, потому что если не передаешь, забываешь. А начнете передавать, сразу вопросы возникнут. А вы тогда будете истинно молиться, Господь, благие, благословие и так далее. Поэтому читать, молиться и трудиться вот эти три главных лозунга, которые нам помогут достичь совершенства. Женщину, которая страдала от недугого, в описании написано, пострадала от кого она больше всего? От врачей. Мы иногда страдаем от болезни, а она страдала от врачей. Мы, наверное, есть такие люди здесь тоже, что пострадали от врачей. Я не говорю о всех врачах, врачи многие хорошие, но она пострадала от врачей. И она поняла, если я только сейчас, на этот момент не приближусь к нему и не прикоснусь к нему, я пропала, я должна это сделать, я должна прикоснуться. Она прикоснулась. И что Христос здесь сказал? Дерзай. Вера твоя что? Вот заметьте, он не сказал, вера твоя исцелила тебя, но вера твоя что? Спасла. Спасла. Значит, кто получил исцеление по вере, то у того есть великий шанс получить спасение. Поэтому Христос говорил всем, следуй за мною, не со мною, не впереди меня. Некоторые бегут перед Христом раньше, чем он. Или хотят так прямо и с ним вот рядышком уже находиться. Он говорит, подожди, разреши мне у тебя увидеть. Мне нравится, как девочка однажды, пятилетняя, ей говорят, слушай, как тебе так получается? вернее, ты даже уже постарше, потому что она в школу ходила. Говорят, как тебе получается? и в царстве хорошо, и дома хорошо, и в школу. Вот ты, наверное, на первый раз ходила, а она говорит, очень просто. Я знаю, что всегда в моем сердце кто-то стучится, но в моем сердце Христ тоже живет. Когда что-то она приходит в мое сердце стучится, Христос отбирает двери и спрашивает, вечно надо? И он говорит, бежите, а безоглядки. Вот так бы взрослые верили, так бы там Христос, если он там, да кто бы ни встречался. Христос откроет дверь, допустите его, пусть откроет дверь. Так он вдруг его увидит. Посмотрите, что произойдет. Так будет бежать. Дальше, дальше, я вам не скажу, скажем, Афганистан и так далее, а вообще ему места не будет. Вот поэтому у многих людей разные проблемы. У кого есть проблемы, что кушать, а у кого есть проблемы, когда дебать богатство. Вот пришел однажды молодой человек и тоже. Что делать? Он хотел быть царствием Божьим. Что богатые разве не хотят вечности? Они хотят. Но Христос, когда увидел его, что он недопонимает главного, он знал, что его сердце привязано к этим богатствам, он говорит ему, продай все, что имеешь. Преследуй тогда за мной. Это же трудно с богатством за Христом ходить. Разве я так? Попробуй все богатства с собой возить. Но даже если у тебя будет это все на карточке, ты постоянно будешь заботиться, куда карточку дебал, где она хранится, не потерял, не украдут, не будут при преследовании. Понимаете? Всегда будет груз. А когда от его нет, то ты свободен. Ничего тебе не мешает идти за Христом. Услышав это слово, Христос, который сказал Немножий, что произошло с молодым человеком? Отошел с печалью. С печалью. Так же и богатые печалью. Почему? А потому, что не хочется расставаться с богатым. Вот почему Писание написано трудно богатому. Не скажем, невозможно, ну что? Трудно. Поэтому Шоломон говорит, не заботишься, чтобы иметь богатство. Не справишься ли быть богатым. А если Бог дает богатство, разумно распределяй его. Туда, туда, в небесные банки направляй. Потому что, если будешь такие цели иметь, такие мысли, оно сделает тебе крылья и что? Улетит. Вот почему, когда Христос устремлял на кресте, то здесь он умирал за мои грехи. За твои грехи. Вспоминается рассказы, моя девочка тоже, когда слышала рассказы о Иисусе Христе, пастор говорил, она слышала, что он страдает. Она встала и говорит, а почему ему никто не помогает? Помогите ему. Прямо в церкви. Она так вошла в эту роль, что просила, чтобы помочь ему. Дети этого не могут понять. А как? Страдает, и никто ему не помогает. Тем более, он нам помогает. Павел сказал, Бог избравший меня от взрослой матери моей, призвавший благодать и своей благоволил во мне кого открыть. О, вот это цель. Какая великая цель. Бог благоволил во мне открыть сына своего. Вот это главное. Поэтому, мои дорогие друзья, пусть сегодняшнее дело наше, пусть сегодняшнее служение будет поворотным моментом в нашей жизни. Давайте, чтобы с этого времени и в нашей жизни изобразился Христос. чтобы и у нас открылись глаза и чтобы мы увидели все ясно, так как Библия говорит об этих видео. Психи сказали, если вы соединены со Христом, вы не сможете воздержаться от прославления Бога. Начинайте обучать свой язык уже здесь, чтобы славить Бога и обучать ваши сердца, чтобы возносить мелодии к небу. Когда вы будете воспевать хвалу Богу, лукавы будет пытаться окружать вас своим раком. Когда дела ваши будут идти плохо в ваших домах, начинайте петь о несравненной прелести Сына Божьего. И я говорю вам, когда вы будете так поступать, Сатана вас что? Сатана вас оставит. Восхваляя Бога, вы можете изгнать врага из своей семьи, его темные тени будут сметены с вашего пути, и вы сможете увидеть гораздо все яснее. Он знает, как нейтрализовать усилия Сатаны, направленные на то, чтобы затмить для вас свет солнца правды. Ваши мысли постоянно должны направляться к Богу. Вы должны возносить хвалу Богу вашей семье и в церкви. Не рассказывайте дни тусих истории никогда и никому. Я сегодня уже говорю 40 минут. Я что-нибудь не рассказал из проблем в моей жизни. А вы что, думаете, у меня их нет? Вы думаете, у меня их не было? Если бы вы знали, сколько у меня было проблем в жизни, вы бы не поверили. А зачем мне их рассказывать? Да слава Господу! Он мне дает жизнь, дает мне победы. Вот об этом надо говорить сегодня. Вы если начну рассказывать, пойдете домой и скажете, у всех проблемы, даже у пасторов. Все, все разводилось, ничего уже нет. А теперь придете и скажете, вот как это, как это хорошо, следуй за Христом. Все видит. Разве не так? Вот поэтому вы должны возносить хвалу Богу в вашей семье и в церкви. Не рассказывайте гнидущие истории никогда и никому. Пусть весь мир, взирая на вас, скажет, это люди, которые любят Бога. Мы можем видеть Его образ, отраженный в них. Вот это самое главное, чтобы люди видели образ, отраженный в вас. Павел говорит, если наше благовествование закрыто, то закрыто для кого? Как это страшно, для погибающих, у которых Бог веха сила ослепил мы, чтобы для них небосьял свет благовествования славы Христа, который есть образ Бога невидимого. Поэтому все мы сегодня должны прийти к Иисусу Христу со словами «Господи, учитель, дай мне духовно прозреть». Иисус возложил руки на слепого и сказал, он стал видеть все ясно. последнее, что я хотел вам показать на танцвайне, это наша соседка, американочка. Помню, мы когда посиделись там на квартире и на втором этаже и так проходили ступеньками наверх. В Америке это не принято подглядывать через шторки. А я подгляну, потому что я же с Украиной. И я посмотрел, а она на компьютере играет в карты. И потом, я думаю, надо молиться, надо работать. Познакомились с вами Шидерей. Говорю, уважаемая соседка, приятно быть здесь по соседству. Прекращаю вас, а даже не забросили ее на обед. На самом присутствии. Потом видит, что я куда-то с женой мы уезжаем. Она говорит, а куда вы уезжаете? Ну, ходим в церковь. Какую? Христову? Протестантскую. А я тоже говорила, металлистка и когда-то. Ну, и так потом жизнь. развернула все. А вы хотите с нами поехать? Да. Вот как Христос говорит, заводите дружеские отношения, а потом превышайте, превышайте дверь. Она снова пришла. И что вы думаете, очень скоро она разобралась. Она приняла крещение. и восемь месяцев прошло, и она успокоилась. Успела. И мы в это же время, когда она успокоилась, сразу меняются наши, скажем, все дела. Мы переходим на другой, жить по другому адресу. У меня там соседи теперь тоже есть. Прошу молиться за тех соседей. Мы уже построили дружеские отношения. И очень скоро я верю, что кто-то из этих людей это не случайно происходит. Почему мы там? Вот поэтому Христос сказал даже мертвому, не то, что слепому прозри, а мертвому сказал выходи. И это происходило потому, что он царь, царе Господь Господь Воспорщик, он начальник жизни. Христос говорит девицам, всем дедушкам тоже говорит сегодня встань. Всем юношам Христос говорит тоже встань. Ивангелие от Луки и всем спящим царь. Ивангелие говорит стань спящим, воскресни из мертвых и освятит тебя кто? Христос. Поэтому мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если кто-то из вас сегодня присутствует есть кто заключил еще с Господом Заметом, а кто думает, примите решение, примите решение сегодня. Помолитесь Иисусе подойдите к пасторам после богослужения и скажите я хочу заключить с Господом Заметом. Как можно скорее? К тому же у нас времени нет. Времени нет совершенно. Так написано было еще 2000 лет тому назад. Времени уже не будет. И с 1844 года времени уже пророческого нет. Это может произойти в любой момент. Любые неожиданности могут проявиться. Но если мы с Господом нам нечего переживать. Поэтому надо войти в тесное отношение с Ним. Надо увидеть вначале все ясно. Надо понять, что я грешник. Надо увидеть Иисуса Христа как моего Спасителя. Надо с Господом заключить завет это Божий и 10 заповедей другого пути нет. И надо пообещать, сказать, Господи, хочу быть с Тобой, хочу служить Себе. И пусть это решение сегодня в моем сердце остается и в сердце каждого из вас. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем по-моему. Вечный и праведный Отец Наш Небесный через дорогу Име Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя, мы искренне благодарны Тебе, что Ты установила в самом начале сотворения мира этот великий праздник для нас в субботний день. Мы благодарны Тебе за дар творения, что Ты нас создавал. Мы благодарны Тебе за дар искупления, что Ты через Иисуса Христа перешел в этот мир и Ты открыл нам святость Твою, Твою любовь, Твою милосердие. Мы благодарны Тебе за церковь Твою, которую Ты организовал из всех народов, из всех племен, колен языков, которые приняла трехангельскую весть на последнее время по-пророчеству. Мы благодарны Тебе, Господи, за Духа Святого, которого Ты послал вместо Иисуса в этот мир. Я попросим Тебя, прости нас и прости тех, кто, может быть, неправильно понимали, кто подвергали сомнению. Ведь Тебя было, если кто подвергал сомнению Тебя, тот не мог спастись. И то же самое сегодня, если мы подвергаем сомнению Твоего заместителя, нашего утешителя, а кто нам поможет? Поэтому прости нас, прости нас, Отец Небесный, прости нас, Сын, прости нас, Дух Святой. Потому что настало время возродиться, начать новую жизнь. И поэтому, как в истории Евангелия, прошу, Господи, благослови Твою церковь здесь, в городе Харькове. Здесь Твоя церковь, которая собрана сегодня здесь. Каждую благотельность